За время пандемии 90% самарских компаний, работающих в сфере услуг, повысили лояльность и применили новые маркетинговые стратегии, чтобы сохранить клиентов. Согласно исследованиям крупнейшего частного банка России, почти в 40% случаев бизнес улучшил качество сервиса, предлагал новые товары и услуги. 29% опрошенных не стали повышать цены и вели отсрочку платежей для своих клиентов. Но главным изменением в маркетинговой стратегии стал уход в онлайн. Теперь не человек идет получать услугу, а услуга приезжает на дом. Причем такую тактику взяли на вооружение как мелкий бизнес, так и крупные сетевики, работающие на самарской площадке. Да, у нас создан онлайн-сервис по доставке продуктов прямо домой. Расширили именно маски-перчатки, что пользовался спросом. Из продуктов это крупы, макароны, сахар, что именно покупатели брали в большом количестве. Многие мелкие компании, работавшие на рынке, провели слияние с конкурентами и укропнили или расширили бизнес, стали работать в новых направлениях. Мы поняли, что в пандемии у нас очень много конкурентов, которые начали уходить с рынка. Мы решили объединить Италию и Японию, сделать на одной кухне для того, чтобы больше радовать наших гостей. Тем самым мы завивали еще больше гостей. При этом часть предпринимателей запустили бизнес в разгар пандемии. В это время активность конкурентов снизилась, что позволило сделать цены доступными. При самом открытии установили свои цены и их, в принципе, не меняли. Меняли только на праздничные дни. И были у нас акции, есть они до сих пор, когда у нас цена менялась, она дешевле. В будущее самарские предприниматели смотрят с оптимизмом. В дальнейшем они ожидают повышения потребительского спроса и смягчения политики банков в кредитовании бизнеса. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События.